приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам разные новости так сказать видосик сборник новостей на фоне я вам поставил бой как я играл на тесте на новом китайском тяжелом танке который можно будет в патче 1.27 в следующем патче получить в раннем доступе с хорошими уэнами танчик с фугасницей барабан на два снаряда но скажу вам так что в рандоме фугасы можно будет применять намного чаще чем на тесте поскольку на тесте в основном все играет на тяжах и стрелять фугасами смысла мало следующая новость касается супер коня его нерфить не будут это замечательно повлияли мы или нет на разработчиков я не знаю но хейта и негативных отзывов было много разработчики отменяют это изменение в патче 1.27 нерфа супер коня не будет это правильно и хорошо поскольку он и так не является супер им бой которая душит весь рандом хотя я видел комментарии в которых писали что ура коня понерфит хотя я честно считаю что конь как раз таки немного выше среднего хороший добротный танк который многим нравится трогать его не стоит поскольку будет много людей недовольных будет какой-то ток людей из игры зачем это надо непонятно следующая это ребаланс некоторых танков которые будут у нас патчи 127 нерв прям танка 9 уровня который будет у нас в платной подписке максимальная скорость была 35 будет 32 количество хп было 1850 будет 1750 небольшой такой нерв но я на нем не особо поиграл на тесте когда патч выйдет посмотрим что за танок также еще немножко по нерв или максимальную скорость перезарядку и стабилизацию какому-то прототипа 6 я его ни разу не видел что-то там итальянская с маленькой альфой и барабан на 5 снарядов чё это за корыто без понять также еще апнули базе 741 это китайский тт-10 вроде как без каких-либо механик это танчик у нас я так понимаю в патче 127 будет в конструкторском бюро готовьте свои ресурсики поскольку нас там ждет новый танчик но меня немного разочаровывает его 3d стиль поскольку он из себя почти ничего не представляет обычная какая-то камуфляжная сетка небольшой какой-то там за камуфляжной сеткой камуфляж короче счет не особо интересно но зато наверное исторично и без всяких пулеметов звездолетов вкусовщина короче ему улучшает стабилизацию от движения и поворота ходовой на 8 процентов а также улучшает мощность двигателя было 850 будет 900 я и ттх этого танка видел там в каких-то сливах картинок ттх обычные увн и 9 градусов с большой альфой это конечно хорошо альфа 560 альфа солидная дпм 2 500 точность 038 сведения 268 это с экипажем если экипаж высадить будет еще чуть хуже хп2 300 максималка вперед 48 назад 16 назад мало удельная мощность 14 с половиной обзор 400 в принципе вот такой вот танк прям чего-то сверх естественно в нем нет но некоторые параметры прикольные по типу максимальной скорости и увнов пробить аккумулем 330 что тоже принципе хорошо но лючок на башне имеется я думаю будет пробиваться он не так уж сложно посмотрим будет ли он еще гореть в лоб или нет ну чё-то вроде танк более-менее смотрится нормально если у него нормальная стабилизация если стабилизация ужасно это как бы такой себе но это надо получать смотреть я как получу так вам расскажу чё за танчик сложно по картинкам айды составлять я на такой не подписывался даже еще пушкинские выходные у нас начинаются 6 июня мы отмечаем не только день рождения александра сергеевича пушкина но и день русского языка танкисты пусть творчество непревзойденного поэта гениального прозаика и драматурга вдохновит вас на рандиозное свершение в общем чем можно получить 3 дня прямо 2d стиль мимолетное видение и деколь вечные слова также здесь еще есть пазл на сайте который можно собрать я его собрал за 5 минут 32 секунды мы собирали его на стриме стрим был долгий на котором я катал турнир от тарифа игровой но сначала договорю уже про задачи где можно все эти награды получить задачи простые набить 500 чистого опыта набить 2 500 чистого опыта набить 10000 чистого опыта те самые легендарные задачи которые не портят рандом наконец-то хоть где-то они добавили они свои легендарные задачки набить урон на лт или фраги или еще какой-то бред теперь вернемся у нас киберспорту игровой вызов 15 лучших боев по опыту на восьмерках учитываются в турнире но прежде нужно зайти на сайт и нажать кнопку участок турнир начался уже давно 29 мая а заканчивается 11 июня на сайте в разделе киберспорт можно зайти в эту новость нажать кнопку участвовать и поучаствовать если хотите я сыграл в этом турнире 152 боя я нахожусь на 171 месте если я на этой позиции останусь то я выиграю 300 золота если у меня будет еще и подключен тариф игровой то еще 300 и 1000 рублей распределение наград очень жесткая и чтобы прям что-то крупное выиграть надо реально там чуть ли не в топ-10 попасть а это очень сложно для кого-то может и в топ-10 тысяч попасть тяжело и выиграть хотя бы 100 золота но лично для моего скилла в таком турнире попасть в топ 1000 вообще легко участвовать в нем или нет решайте сами я вам просто напомнил вдруг вы не знали что такое проходит у нас у топовых блогеров конечно есть реклама на это событие они его рекламируют мне за это ничего не занесли я вам просто об этом рассказал чтобы вы знали хотите участвуйте хотите нет мне фиолетово также еще одна помню вам что 12 июня я так понимаю у нас выходит патч 127 а также этого 12 июня у нас стартует натиски новый сезон каменный волк так что с 12 июня не забывайте заходить в натиск выполнять еженедельные задачки поскольку там в натиске у нас боновый магазин добавят про который я уже рассказывал там будет очень много всего интересного в конце еще скажу про фугасный китайский тт который вы видите на фоне я покатался на восьмерке на девятке и пришел к выводу что на них не так уж легко играть они медлительные не поворотливые чтобы на них танковать надо прятаться за рельефами стрелять на них тяжело пушки кривоватые но если вы сумеете подъехать не слиться нормально прицелиться или враг будет картонный и бахнет ему два раза с пробитием то он скорее всего отправится в ангар если вы будете стрелять бэбэшками в тяжей то они в принципе останутся шотные с одного барабана за три секунды это конечно сильно и мощно но делается это нелегко поскольку пушки кривые танки медленноватые но зато есть хорошие увн и с крепкой башней нету большого пробития на голде здесь по сути фугасницы у которых есть голда бэбэшки с обычным пробитием но даже на бэбэшках альфа большая но если вы попадете внизу списка против этих танков они вас из бэбэшки с барабана заберут не дай бог вам на каком-нибудь скорпионе или сус 30 pm попасться на глаза этому танку он вас чуть ли не с одного снаряда фугасного сможет забрать если с альфой повезет и больше всего меня смущает в таком танке это то что у нас в игре огромный вбр плюс-минус 25 процентов если бы не он может быть как-то эти танки смотрелись бы в балансе но по-любому когда-нибудь случайный выстрел прилетит вам на все лицо и вы просто офигеете и вас испортится бой просто от одного случайного выстрела который не решаете не влияете на него не вы не соперник не тот кто стреляет не тот кто принимает этот снаряд поскольку плюс-минус 25 это слишком много вот смотрите у тяжелого танка бэбэшка примерно пробить этом 250 с хвостиком допустим округлим 250 пробития если вылетит плюс 25 процентов вбр то это пробитие будет 312 с половиной то есть вы сможете десятку в лоб башни куда-нибудь пробить некоторые у которых с броней во лбу так себе или в лд даже а если вылетит минус 25 процентов то пробитие будет сто восемьдесят семь с половиной то есть вы можете и восьмерку какую-нибудь не пробить вы понимаете что плюс минус 25 это слишком много но я думаю вы и без меня это понимаете мы с вами в одну игру играем с такими танками хотелось бы чтобы вбр у не было поменьше чтобы ты больше понимал что будет сейчас когда этот чел стрельнет на этом танк а так получается что он при выстреле либо может не пробить не особо бронированный танк а может пробить и сильно бронированный танк но прикол еще и в том что если он пробьет у него будет огромная альфа если он не пробьет он уйдет на долгое кд это очень сильно влияет на каждый игровой момент либо он кого-то быстро сольет либо он сам быстро потом сольется когда уйдет на долгое кд поэтому я не люблю такие танки поскольку когда вбр влияет на какой-то более-менее адекватный снаряд с адекватной альфой это одно а когда вбр влияет на снаряд который чуть ли не ваншоте танк это другое на этом у меня все с вами был арчи карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока